Привет, друзья! Это Хорошие Фильмы. Сегодня мы начнем с приключенческого фильма-боевика, который называется Сокровище Наций. Книга Тайн. Этот фильм 2007 года, и это продолжение фильма Сокровище Наций. Первой части у нас в обзоре еще не было, и вот мы начинаем со второй части. Лучше, конечно, надо смотреть с первой. Ну, так вот у нас обе части хорошие фильмы, интересные, захватывающие. И вот в этой второй части фильме рассказывается о книге. В книге, который, не помню, то ли зашифрован, в общем этой книге имя предателя нации. Ну, естественно, американской, я так понимаю. В общем, этот фильм из серии, там, распутать какие-нибудь головоломки, там, что-то там найти, разгадать, уйти от погони, там, юмора много, всем хватит. Ну и в главных ролях здесь играли Николас Кейдж и Дайан Кривир. Этот символ обозначает тайный туннель. Он приведет нас к величайшему предателю. Всех времени. Следующий фильм, боевик, комедийный боевик, достаточно популярный, известный. Фильм называется Мистер и Миссис Мит. И этот фильм 2005 года. И фильм рассказывается о шпионах, о буднях шпионов, шпионских буднях. Причем, так, каким-то образом получилось, что семейная пара, молодой парень и молодая девушка, они оказались шпионами. И они не знали, что они шпионы, но в какой-то момент они узнали. И причем они шпионы противоборствующих. Как-то так получилось, что они получили заказ друг на друга. Естественно, убить. И в этом, и в фильме им приходится распутать весь этот клубок недопониманий, взаимных упреков. В главных ролях здесь играли Брэд Питт и Анджелина Джулей. Он что, из правительства? Тебя опознал агент-конкурент. Что будешь делать? Можно это одолжить? Да, конечно. Следующий фильм такой криминальный, уявик про гонщиков. Угонщиков, скорее. В общем, если кратце, то, по сути, за очень короткий промежуток времени нужно угнать 50 машин. Там уже не буду рассказывать из-за чего и почему и зачем. Ну, в общем, нужно. Этот фильм 2000 года и в главных ролях здесь играли и снимались Николас Кейдж и Анджелина Джоли. «Сколько машин?» «50». «Сколько дней?» «Три». «Ну нет, это нереально. Пока найдешь их, пока примеришься, сам знаешь. Давай рискину кое-кому позвонить, ладно? Ладно». Следующий фильм такой хороший, добрый фильм. Фильм называется «Учитель года». Им это был в 2003 года и рассказывает, в общем, школа, там у них был очень популярный учитель, заслуженный такой старый, и он умирает. Причем в этой же школе преподает сын этого учителя. Ну, не такой заслуженный, но так как умер им отец, то вроде как на него упадает такая ответственность продолжить его дело. Но тут в школу приходит еще один молодой учитель, и он становится такой популярный, все им восхищаются. В общем, такая у них конкуренция получается. Ну, вообще, в общем, добрый такой, семейный, хороший фильм. Главную роль здесь играл Райан Районс. И заключительный фильм на сегодня. Музыкальный такой, можно сказать, фильм. Фильм называется «Шаг вперед». Фильм 2006 года. И этот фильм про танцы, про уличные, можно сказать, танцы. Вернее, как сказать, главный герой, плохой, естественно, парень. И есть здесь еще хорошая девушка. В общем, этот плохой парень уличный такой танцор, а она типа как классического плана, там, балет или что-то такое. В общем, как это вот бывает. Молодые люди встречаются. В главной роли здесь играл Ченнинг Таттлинг. Я сделаю. Ты смешиваешь? Я просто пытался помочь. Окей, спустя, подожди мне. Теперь что? Всем хороших фильмов. Всем пока. Райли, что ты видишь? Смерть и отчаяние. Скорее, отчаяние в последние несколько секунд, а затем внезапная жестокая смерть. Смерть и отчаяние в последние 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 Субтитры создавал DimaTorzok